Почему игроки такие не хотят к вам переходить? Потому что единственная цель это Грецкого погнать или как? Да, на самом деле, я не знаю, то лучше, наверное, у них спросить. У них стоит какой-то выбор и они выбирают другие команды. Налог выше у вас там или нет? Может, налог подняли? Да нет, но у нас, в принципе, под потолком тут не особо много денег, поэтому, может быть, по сумме не договорились, либо еще что-то. В самом разгаре новый сезон НХЛ и мы, конечно, внимательно следим за Вашингтоном. Вашингтон в этом чемпионате пока не особо блещет, но вот недавний домашний матч против Лос-Анджелеса получился неплохим. Хотя после двух периодов гости из Калифорнии ввели в счете 2-0, но в третьем хоккеисты Кэпитлс набрали ход и забросили 4 шайбы. В итоге победили Александр Овечкин, хотя не набрал ни одного очка, но второй звездой матча стал защитник Дмитрий Орлов, который отдал три голевые передачи. Кстати, ассистентский хит-трик он сделал всего лишь второй раз в карьере, но зато в самый нужный момент. У нас не было чувства, что эти 0-2 невозможно отыграть, поэтому мы продолжали делать свое дело, говорил главный тренер Вашингтона Питер Лавиолетт. Самое главное, что надо забросить больше шайб ворота, чем соперник. Для этого надо создавать больше моментов, будь то первый, или второй, или третий шанс на добивание. Вот они создавали, вот они и добили. В целом за Дмитрием Орловым всегда очень интересно смотреть и с ним в Вашингтоне пообщался наш корреспондент Илья Свиридюк. И более того, у меня в загашнике есть интервью с Димой, когда мы с ним общались летом на матче благотворительном, где команды Артемия Панарина играла против команды Александра Овечкина, одноклубника Дмитрия Орлова. Посмотрите, это два видео. Поздравляем с игрой. Замечательная игра. Нам очень понравилась. Три ассиста. Как многие наши американские коллеги уже спросили, какие ощущения, если можно на русском? Потому что это второй раз в карьере, как они сказали, да? Три ассиста за игру. Все отлично. Главная победа. Это очень важно для нас сейчас. Тем более, в прошлую игру мы его провалили с Оттавы. В два периода нас переграл Оттаву полностью. Поэтому мы хотели сегодня сыграть лучше, да? И в принципе, первый период у нас неплохой остался, во второй мы проигрывали, но в третий мы собрались и хорошо сыграли, да? Так что надо, главное, продолжать это. И потому что, да, три ассиста – это хорошо. Ребята молодцы забили. Так что помогли набрать меди очки. Это самое главное, что мы начинаем забивать, да? Потому что не всегда получается. И тем более, сейчас старт сезона, да, у всех много сил, еще никто не подсел, да, физически. Поэтому важно сейчас набирать очки вначале и набрать эту уверенность и идти по ходу хорошо всего сезона. Так что это важно. Тренер поменял линии. Это как-то помогло сегодня в игре? Ну, да, тренера смотрят, что-то у кого-то идет, у кого-то нет. Они стараются перекроить звенья, да, и что-то иногда работает, что-то нет. Так что сегодня сработало, это хорошо. И сейчас нам надо готовиться к следующей уже игре. В принципе, у нас достаточно тяжело в части специалии. И это будет на протяжении трех недель, по-моему, через день игры. Так что у нас возрастная команда, да, и все опытные, да, я думаю, где-то меньше на тренировку давать. Но все равно надо держать этот темп и набираться уверенности, да. Мы спрашивали, что хорошо, что мы вернулись в Руда несколько раз, но лучше, конечно, до этого не доводить. Хорошо, что мы верим в себя, да, и продолжаем играть и где-то набирать очки. Но все равно лучше начинать с начала и играть полные 60 минут, все равно будет лучше для нас. И не будем мы усилять себе в ногу, да, и делать тяжелее для самих себя. Ну, я думаю, вы удивили LA тем, что вы переломили, взяли инициативу в свои руки. И я слышала, что ты сказал американским коллегам, что тренер что-то подсказал в третьем периоде. Как-то изменил тактику или что именно тренер поздно? Нет, тактику изменил, просто сказал, что, в принципе, мы неплохо играем, да, хорошо все делали, просто проигрывали, да, продолжать так же атаковать больше в атаке, больше идти на ворота бросать, добивать, да, где-то больше агрессии грать, больше шайбы в атаке, потому что, я думаю, всегда проще делается в атаке, чем в атаке, так что мы это сделали и поэтому добились победы. Дима, ты сказал, вот возрастная команда, как ты считаешь, это помогает команде? Я думаю, конечно, достаточно много опыта, и поэтому... возрастная, не возрастная, но все равно все профессионалы всё знают, как Готовиться к играм. Да, может быть, где-то у тебя не идет в какой-то игре, да, но ты все равно выкладываешься, продолжаешь себя заставлять, да, играть, потому что в такой лиге невозможно отдавать слабину, потому что конкуренция везде, и ты хочешь попадать в пуллов, это, скажем, будет становится тяжелее, и у нас очень сильный дивизион, это показывает прошлые года, поэтому нам нельзя терять очки и стараться, особенно дома выиграть. На выезде мы достаточно хорошо играем, но вот в последние годы дома где-то у нас не очень идет, да, игра неизвестно, с чем это связано, да, но мы стараемся, все равно хотим радовать своих болельщиков, потому что они приходят, также родные дети тоже приходят, переживают, поэтому надо давать им радость, и поэтому надо закладываться постоянно. Мы это почувствуем. Да, но последние две игры домашние, ты сейчас сказал как раз, последние две домашние игры команда после двух периодов проиграла, именно в западной конференции команда, тогда это был Ванкувер, сейчас Лос-Анджелес, и в третьем периоде команда смогла переломить. То есть это как, это команда привыкает к стилю западной конференции? Не особо тяжело тут, игра к игре не приходится, да, все разные игры, разные соперники, тем более там тоже в Ванкувер был такой подшатной ситуации, они проиграли там две игры, хотя вели, и нам тоже проиграли, видно может быть какая-то психологическая, где-то невезение. Много мелочей играет в командной игре, в виде спорта, да, поэтому главное верить, продолжать работать, и нельзя там срываться, да, когда игра не идет, потому что это только делает хуже внутри команды, и наоборот стараться быть дружнее, потому что это твоя вторая семья, да, даже может быть где-то ты больше времени проводишь, чем с родными, поэтому мы должны быть близки в раздевалке, и это только нам сделает нас лучше, как команда. Спасибо, Дима, поздравляю еще раз с победой. Спасибо, мальчик. Я думал, телефон-то ему кинул. Нет, нет. Дима, насколько приятно тебе участвовать в таких матчах, потому что ты приехал, как будто вот в Вашингтон Рейнджерс было встретилось. Да нет, вряд ли по нокаулу такая игра будет, конечно, сегодня. На самом деле, да нет, мне Артемий молодец, что организовал, да, всех собрал, и хорошее дело, да, мальчику помочь, да, Елисей, поэтому это всегда, я думаю, приветствуется, и хорошо, что есть такая у него возможность, поэтому отлично, дай бог, чтобы все получилось, чтобы все сослось, да, и чтобы мальчик был здоров. Мы тебя поздравляем с днем рождения, который был недавно. Спасибо. Кто лучше в карауке поет, ты или Овечка? Да я, честно, не поел особо. Так что, наверное, Саша, раз высвечивается на видео, значит, он лучше поет. Спектакль окончен, это хит сейчас соцсетей. Ну да, я видел, да, что это, да, да, что это дуэт звезд, пора им это голос, на голос идти. То есть, просто там звонишь, он летит на Новокузнецкой, а вечный без проблем, да? Как все это? Нет, это было в Москве. А, в Москве, в Москве, да, было в Новокузнецком мероприятии, да, о дне рождения. И да, прилетели, это, конечно, было круто, на самом деле. Хорошо посидели, мы хорошо отдохнули, и в этом году так же получилось только здесь, в Москве. Хотя, ну, в город тоже на Новокузнецкой летал, но там было дне рождения сына, мы там, чтобы с родными тоже отметить, с бабушками, с дедушками, да, как говорится. Это трасса, просто скоро уже улетаем, мы решили ближе. Когда улетаешь, какие у тебя планы? Где-то в конце августа. Ну, а планы какие я уже давно достаточно тренируюсь, поэтому, может быть, отдохну недельку там, перед лагерем, за пару недель, да, как-то, и так же будет плодотворная подготовка к новому сезону. Мы с тобой говорили в июне, ты сказал, команда Вашингтон может измениться, ты как в воду глядел, в вратаре вообще уже другие с тех пор. Ну, да, да, ну, в принципе, все, я думаю, понимали, что, скорее всего, будут какие-то перемены, так как первый раунд уже четыре года подряд мы вылетали, да, и, естественно, генеральный менеджер нужно что-то менять, тренера меняли, да, уже. А команда, в принципе, особо, так, парочку человек уходила, приходила, сейчас побольше, конечно, ушло, да, и посмотрим, как это все будет, тренер тот же, система та же, так что, чем быстрее ребята узнают систему, подготовятся, чтобы было меньше, наверное, времени на привыкание друг к другу, все равно какие-то сочетания, да, поэтому, я думаю, достаточно насыщенный лагерь у нас получится. Расстроился ли Илья, и как это выглядело, то есть, Самсон покинул чат, у вас же, да, русский чат, наверное, он вышел уже, или как все? Нет, 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 еще не выходил, еще не выгоняли оттуда. Да, я думаю, конечно, расстроился, все равно, когда есть уже друзья, да, которые помимо хоккея, там-то уже все равно пообщался с многими людьми, и, конечно, я думаю, всегда грустно уезжать, и, тем более, я думаю, с Вашингтона, так как, все равно, Саша, да, там, у нас вожак, да, который всегда всех ребят встречает, да, в новую команду, всегда старается помочь, поэтому всегда грустно, когда кто-то покидает, поэтому... Дай бог, чтобы получился у него в Торонто, это тоже новый вызов для него, и, в принципе, у него появится шанс на первого вратаря, да, все-таки Мир участок формируется, и дай бог, чтобы у него получилось. Но жалеть мы его не будем, когда будем играть с ним, я думаю, он тоже выслушает пару криков остальных. Три последних вопроса, один мой, два твоих. Смотри, я знаю точно, тенсаинская информация прямо уже была подтверждена, звали активно Эвандера Кейна, чуть ли не Овечкин ему звонил, и звали Илью Михеева, сейчас он мог перейти в Вашингтон, выбрал в итоге Ванкуйр. Почему игроки такие не хотят к Вам переходить? Потому что единственная цель это Греска обогнать, или как? Да, на самом деле, я не знаю, это лучше, наверное, у них спросить, у них стоит какой-то выбор, и они выбирают другие команды. Налог выше у Вас там или нет? Может, налог подняли? Да нет. Ну, у нас, в принципе, под потолком-то не особо много денег, поэтому, может быть, по сумме не договорились, либо еще что-то. Тяжело сказать, это вопрос, наверное, к генералю-менеджеру, либо к игрокам, которые не захотели перейти к нам. А насколько вообще в межсезоне активно игроки следят за тем, как меняется команда, потому что, опять же, уходят партнеры по звену, меняются сочетания в голове, как прокручивать этот момент? Ну, я думаю, да, мы всегда смотрим, следим, особенно, что происходит в нашей команде, так как все равно интересно, и мы будем находиться, играть вместе, да, и все равно охота выиграть еще один кубок, да, и дай бог, чтобы это случилось, да, и тем более все равно у нас возрастная команда, и, я думаю, все равно нужна нам какая-то молодая, свежая кровь, которая тоже голодна до побед, и которая, может быть, дадут нам новый импульс, раз так мы вылетаем в первом раунде постоянно. Мершиченко задрафтовали достаточно высоко, классный парень, насколько его знаете вообще, и что думаете о нем? И вот он с тяжелой болезнью побороться? Да, да, конечно, конечно, это самое главное, что сейчас он будет скоро уже в строю, да, и я лично не знаком, но у нас один агент, поэтому, когда его задрафтовали, я передал через Марко поздравления, и Вашингтон был очень рад, хотели его на драфте выбрать, это я знаю, так что это, я думаю, две стороны выиграли от этого, так что дай бог, чтобы он быстрее к нам приехал в Вашингтон, да, и уже выступал вместе с нами. Включили в чат его? Пока еще нет. Последний вопрос, Дим, готовились по индивидуальному плану, всем раздали какие-то задания, или уже просто есть накатанные программы, которые уже знаешь из года в год повторяешь? Ну, у меня есть тренер, да, по физической подготовке, с которым я занимаюсь с 2016 года, и поэтому, в принципе, есть планы, и всегда что-то мы можем подкорректировать, но я доволен своей физической формой в сезоне, поэтому я особо стараюсь ничего не менять. Спасибо, ты лучше. Субтитры сделал DimaTorzok